НОВЫЙ ДЕНЬ Это устройство может передавать видеосигнал из любой точки мира. Главное, чтобы была сотовая связь. На месте событий оператор связывается по телефону с инженерами нашей телекомпании и они обговаривают нюансы выхода в прямой эфир. Будет ли интервью, о чем журналист планирует рассказать зрителям. Для корреспондента здесь очень важно чувство времени. Ему необходимо уложиться в определенный промежуток. С помощью этого приспособления и с помощью данного SDI кабеля подключают этот кабель к камере, который передает видеосигнал. Наш видеосигнал поступает на этот рюкзак. Далее этот сигнал поступает уже в аппаратную. Вот так вот с помощью одной кнопки можно спокойно выйти на мой эфир. Этот рюкзак помог нам оперативно освещать ход состязаний чемпионата России по легкой атлетике. Наш корреспондент Вячеслав Ильин несколько раз в день выходил в прямой эфир и рассказывал о рекордах соревнований и результатах спортсменов. Благодаря этому оборудованию у нас есть возможность делать прямые включения и из районов республики. Виктор, тебе слово. Здравствуй, Лена. Вероника, тебе слово. Я в этом году ученики через костюм слышу. Сегодняшняя людская земля встретила участников пятого. Совещание еще продолжается. Все обсуждают насущные проблемы и ищут пути их решения. Олег. Танюс, спасибо. Мы возвращаемся к темам нашего выпуска. На оператора возглавлена огромная ответственность. Когда ты должен контролировать и картинку, и звук, и мероприятие, которое там происходит. Также надо связаться с режиссером, который это все принимает. Ты как бы все контролируешь. И ощущая вот эту всю ответственность, ты понимаешь, как ты причастен к этому событию. В Тюмени состоялся литературный фестиваль «Лифт». Чувашию там представляла моя коллега Марина Корягина. В программе форумы были презентации книг, лекции, дискуссии. Марина Корягина – автор произведений на чувашском языке в сложном жанре «Полиндром». Она участвовала в мастер-классе, где рассказывала о возможностях чувашского языка. На этом все. Ну а завтра будет новый день. Редактор субтитров А.Семкин